Можно, только не ругайся, чтобы... Ну, понял. Это самое. Почему? Есть такая байка у евреев или у кого, что цифра 7 перечеркнута. Ну, почему цифра 7 перечеркнута? Я не слышал этого никогда. А зачем ее перечеркивать-то? Седьмая у нас, воскресенье... Нет, седьмая... Не, я понял. Седьмая цифра, она перечеркнута. Да никак... Не, не, она не перечеркнута. Он говорит про евреев. Про евреев. Не знаю я. Я не слыхал. Ну, байка у них такая ходит, что типа, когда писались вот эти заповеди, да, то есть, есть заповеди, не убей, не укради, и седьмая заповедь не прелюбодействует. И что, когда их писали эти заповеди, закричали, что типа, седьмую заповедь надо вычеркнуть. Нет, нет, нет. Семерка перечеркнута. Так писали-то не такими буквами, а как буква В и две рядом, семерка. В Библии вообще этими цифрами не могла манипулировать. Никогда. А вы сами вот к церкви какое отношение имеете? Ну, то есть, у вас чин какой или... Нет, чина нет. У меня брат, у меня протоиерей. А я проповедник и миссионер. А к какой вы церкви относитесь? К православной. К православной. К православной церкви, да? Да, да. Ясно. Ясно. А какое ваше отношение, вот так вот, если чисто, ну, как сказать, человеческое, духовное, может быть, это нельзя спрашивать? Ну, вот, а у нас до этого же был прием, как, про монаршиши, блин, как правильно говорится, извините. Ну, сейчас у нас Кирилл, да? Да, Кирилл. А до этого был у нас Алексей. Да, Алексей Второй. Вам, как вот, человеку, который служитель церкви, да, там, то есть, служитель Бога, да, какой ближе, то есть, духовно как-то, Кирилл или Алексей? Нет, мы этого не берем. Или они одинаково? Нет, мы не можем сказать ничего, кроме того, что молимся за них и поминаем молитвы святых. А зачем же я буду говорить? Люди разные. Люди разные, разные эпохи, да, кто-то... А, то есть, смотря в каких условиях, то есть, ну, люди разные же были. Был у нас, допустим, Никон такой, да? Да. То есть, раскол церкви, там, который учинил, да, который был там в ссылке, там, в Белозерске. То есть, разные люди в свое время возглавляли церковь, да? Знаете что? В первом послании к Коринфянам, 4 глава, 5 стих, апостол Павел говорит, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытой во мраке, и тогда будет похвала каждому. Тогда. А как вот вы относитесь к раскольникам? Они же тоже страдали за веру, за Христ? Знаете, вас как звать? То есть, ихняя вера была неправильная, не такая, правильно? Я сейчас вам отвечу. Я нахожусь в городе Барнауле, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Я спрошу, как вас звать? Константин. Константин, то есть, вы постоянно переводится? Я знаю. Так вот, в 1656 году Никон Мордвин совершенно ненужную и вредную реформу решил проводить, не касаясь Библии, а только богослужебных книг. А вакуум ему, Петров, фамилия его, он не подчинился. И дальше раскол. И старообрядцы сохранили священство в двух сейчас названиях. Это Белокреницкая Корнилий, митрополит у них, и Новозыпцевская. Они рукоположили Александра патриархом. Так что у нас в стране сейчас два патриарха. То есть, вы относитесь к раскольникам, да? Нет, мы православная церковь. Но, когда вот я был маленький, то мы относились к староверам. Киржаки называются, беспоповцы. Ну, я понял. А когда мы уже подросли, мы узнали, что без священства спасения нет. И мы в церкви оказались. Мы строим православную деревню. К нам приезжает митрополит алтайский со священниками. Патриарший. А ведь, как говорится, ну, как оно ведь, то есть, вот этот патриарший сан, да, он ведь переходит от патриарха к патриарху. То есть, один патриарх умирает, и передается этот сан, ну, собирается собор, правильно, и выбирают нового патриарха. Да. А в 30-х годах ведь этот патриарший престол был нарушен, правильно, когда вот репрессии, ссылки. Да, да. Ну и что? И патриарха, патриарха в 30-х годах, я не помню, в 37-м или в 30-м каком году, назначили, бессоборно же ведь. То есть, он не может считаться. Ну, назначили Сергия Строгородского, митрополита Новгородского. Это было в 43-м году. Да, да, да. Он же ведь не может считаться как правоплюстителем патриарша вот этого престола. Может, может, может. Они выпустили из ГУЛАГа там семь епископов, а для рукоположения, а он рукоположенный, для избрания достаточно трех. Так что законный он был. А почему заграничная церковь тогда, до последнего времени не признавала патриарша престола? Признали. Притом, признали его сразу же. У вас неточные сведения. Не, я просто, ну, где-то читал литературы. Нет, 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 нет. Ну, признали. Приехать они не могли. А уже когда Алексея избирали второго, тогда первого Алексея, а они приехали. А тогда двери были закрыты. Тем более война. Ну, понятно. Это 43-й год, сентябрь месяц. Да, да, да. Ясно. Чего бы у вас еще такое спросить. А как вот вы сейчас вообще ко всем вот этим церковным, ну, около церковным, всем вот этим, так сказать, новостям, которые окружают сейчас церковь, так или иначе, то есть негативным относитесь? Ну, это главное сейчас по Украине, что вселенский... Не, ну, Украина это Украина, там эта вера как разменная монета просто в политической игре сейчас. Я говорю про нашу, про Россию. А про нашу говорить не надо. Церковь, патриарх есть, епископы есть. А что про нее говорить? Надо жить по-христиански, считать слово Божие, молиться и трудиться, быть жертвенным, подавать милостыню, посты соблюдать. Все как положено, по нашему верованию. Ясно. А то, что церковь сейчас напрямую входит в основу образования, то есть, ну, у вас снуки есть, ну, как бы, то есть... Да. Есть у вас снуки? Ну, ну, я знаю, я сам преподавал в пяти университетах и сам вел школу. Тридцать... Это, сорок пять лет начальник детского лагеря был. Мне это все хорошо, хорошо известно. Нет, просто... А у нас же как здесь? У нас светское государство, да? То есть, ну, в Конституции записано. У нас свобода вероисповедания. У нас светское государство. То есть, у нас в Конституции это записано и в законе об образовании, что школа вне политики и вне религии. То есть, ну, школа, он, как бы, получается, нельзя священнику было до последнего времени просто даже приходить в школу и вести там свои проповеди. Да нет, не так. Я верующий. В пяти университетах вел занятия и в тринадцати школах. Я не успевал приходить домой во всех отделах милиции, воинских частях, заводах и пабриках. И три радиопрограммы. Лапкин Игнатий Тихонович, город Барнаул. Да я понимаю, понимаю. Нет, ну, просто видите, какая ситуация. Это тоже, я считаю, что неправильно, когда вот церковь рьяно так пытается входить, вот, да, вот, именно вот. То есть, я против вот этого. То есть, понимаете, есть вот семьи воцерковленные, да, то есть. Значит, в алиологию ввели, это нормально, как правильно совокупляться, а говорить о Боге отделенной, душа не может быть отделенной от Бога. У меня детский православный лагерь был, тут приезжали Роспотребнадзор, что-то так и не делали. За сорок пять лет мне ни рубля не дали, тысячи детей мы подняли. Я не отрицаю этого. Нет, просто видите, какая ситуация. То есть, школа, она должна быть школой, да. Есть же в церкви свои школы, ну, там. Знаете, я вам отвечаю, я отвечаю. Я отвечаю, собрались завучи, директоры школы, за мной приезжают, чтобы я выступил у них. Собирается Конгресс интеллигенции Алтайского края, тут лауреат Нобелевской премии Жанрис Алперов. Меня опять приглашают, я выступаю перед всеми. Регулярно ведут три радиопрограммы каждую неделю. Они знают, что я миссионер-проповедник. Как это нет? Всякие пакости зарубежные там эти песни поют. Я не против этого, я не против. Просто у нас светское государство. Ну и что, что светское? У нас вера, свобода, вероисповедание. Ну, как же в Америке все это, церкви открыты, были закрыты, а сейчас все открыты. Путин молится, в храме стоит. Мне не интересно, что в Америке. Америка, она... Ну ладно, ладно. Но Путин с Медведевым стоят в храме и молятся. Свечки зажигают. Я вот это тоже не понимаю. Я, то есть, смотрите, Бог для каждого у себя. То есть, есть человек, там храм божий, правильно? Да, правильно. И, то есть, как бы, как говорится, не человек для церкви, а церковь для человека, правильно? Правильно. То есть, понимаете, я не хожу в храм, почему не хожу? Не знаю. Как-то... А я знаю. А вы не знаете, а я вот знаю, почему вы не ходите. Почему? Потому что первый шаг надо сделать, он трудно. Отвергни самого себя, свое ярость общи. И все, дверь открылась. Без священника нет прощения грехов. Смотрите, вот мне, вот у себя как-то ходить в храм, меня там все знают. Там в основном, знаете, такие люди, скажем так, сейчас это стало модно. То есть, сейчас до Христа никто не страдает. Ну, в массе своей. Сейчас это стало модно. И люди там, в основном, так скажем, которые не очень себя правильно ведут в мирской жизни, да? То есть, где-то что-то, ну, украл, продал, купил. Вот такие вот, понимаете? Все такие, воры. Воры собрались, как бы. Выходят из сумрака, и все идут церковь, как бы. Сейчас это модно стало, этот тренд. Ну, а всех, как вы можете сказать? Вот мы двое с сыном, смотрите. Я никогда не воровал. Я отбывал за слово Божие. Вы права отлично, я промерян. Вы же служитель церкви, то есть, да? Как, слушайте, я не священник. Я рядовой стою. Я понимаю. Нет, а я просто промерян говорю, которые днем бесовские какие-то вещи делают, да? Людей обманывают, зарплату не платят. То есть, вот такое. А вечером в фоботу идут в храм. Ну, может быть. Это неправильно. Ну, может быть, такой один, может быть, такой есть. Не один, не один. Очень много, очень много. Посмотрите, у нас буквально, вот в Екатеринбурге, да, вот недавно был этот самый скандал, что хотели церковь построить. Да я смотрел все это, смотрел, я смотрел. Ну, то есть, ее же не хотела церковь построить, ну, сама церковь. А там хотели люди, которые владеют заводами, пароходами. Ну, они строили там, где парк. Где парк. Вот, вот знаете, я в Словогодской области, да? У нас есть город Тотьма. То есть, ну, красивый город Тотьма. И там стихура церковная, ну, вот, именно своеобразная. Там люди раньше, ну, он вообще как бы считается город путешественников. То есть, там, в Петровских времен, там, вот, ходили люди за, это самое, за море, там, да, вот, с севера осваивали вот это вот все. Приходили обратно с плавания, там, да, там, несколько лет уходили, там, соболя били, золото, там, вот это все, и строили храмы. Вот это я понимаю, когда человек действительно своим трудом, своими руками, как вот Сарафин, блин, вот. Сейчас ничего не слышно. Давайте прощаться. У вас совсем вышло. Мы пришли, чтобы познакомить вас с тем, что нам Господь говорит из своей святой книги. О, да, емко, да. Да. Вы хорошая девочка, я гляжу, даже волосы не подстригаете. Молодцы. Обычно там щелки подстригают. У вас какие-нибудь вопросы есть духовные о душе, о вечности, о спасении? Вопросы есть?